Мы продолжаем изучение экономики предприятия и сегодня мы рассмотрим вопрос оборотные средства предприятия. Оборотные средства это денежные средства, которые идут на формирование оборотных производственных фондов и фондов обращения. Их состав это совокупность элементов, образующих оборотные средства предприятия. Структура это соотношение между отдельными элементами оборотных средств, выраженное в процентах. Состав и структура оборотных средств. Если за 100% взять оборотные средства предприятия, тогда оборотные производственные фонды составят 70% из 100%, а фонды обращения примерно 30% из 100%. Из действующих 70% и 30% образуется 100% размер оборотных производственных фондов. Из них 70% это производственные запасы, 25% это незавершенное производство и 5% это расходы будущих периодов. В фондах обращения 30% готовая продукция на складе, 30% это готовая продукция в пути, 25% это денежные средства и 15% это дебиторская задолженность. Денежные средства могут быть на счете или в кассе. Они являются ненормированными оборотными средствами и в сумме составляют около 20%. Все же остальные это нормируемые оборотные средства. Они равняются примерно 80%. Рассмотрим источники формирования оборотных средств. Среди основных источников выделяют собственные – это те оборотные средства, которые формируются за счет собственных средств предприятия, в частности за счет прибыли. Заемные – это кредиты банков и других коммерческих организаций. К привлеченным относятся средства целевого финансирования для их использования по прямому назначению. Оборотные средства представляют собой подвижную часть материально-технической базы предприятия. И в течение деятельности, в производственном процессе они совершают кругооборот. И в каждом кругообороте они проходят три стадии. Первая стадия – подготовительная. Вторая стадия – производственная. Третья стадия – сбытовая. На первой стадии необходимые для закупки сырья и материалов денежные средства аккумулируются на счетах. Затем происходит закупка сырья и материалов, необходимые для процесса производства. Затем, используясь в процессе производства, изготавливаемая продукция переходит в стадию незавершенного производства. В следующем периоде производство заканчивается и при этом получается готовая продукция, которая идет на реализацию, в результате которой появляются деньги, новая величина. Для того, чтобы определить, насколько эффективно используются оборотные средства, нужно сделать несколько расчетов. Нас интересуют показатели. Коэффициент оборачиваемости и длительность одного оборота. Длительность одного оборота в днях показывает, за какое время оборотные средства совершают полный кругооборот. Этот показатель складывается из трех составляющих. Это время длительности заготовительного цикла, плюс время длительности цикла изготовления, и плюс время длительности цикла реализации. Или длительность планового периода, деленная на коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Для того, чтобы закрепить пройденный материал, вам предлагается решить следующую задачу. Норматив оборотных средств предприятия 3 миллиона 300 тысяч рублей. План реализации продукции за квартал составил 19,8 миллионов рублей. Определить коэффициент оборачиваемости и длительность одного оборота оборотных средств. Ответ нужно выслать личным сообщением по электронной почте. После того, как вы решите задачу, вам нужно решить тест, состоящий из пяти вопросов. Ответ нужно будет также выслать личным сообщением по электронной почте. Спасибо за внимание! Наша лекция подошла к концу.